В ходе официального визита премьер-министра Кореи Лина Кьёна в страну был обсужден широкий круг вопросов. Особое внимание в ходе встречи премьер-министров было уделено вопросам развития и углубления сотрудничества в области инвестиций, реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, цифровизации, а также регионального развития. «По всем вопросам двухстороннего взаимодействия мы нашли точки соприкосновения и общее понимание о необходимости консолидации усилий для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества. Главной темой двухсторонних обсуждений стало расширение товарной номенклатуры». Также в рамках официального визита главы правительства Кореи Лина Кьёна в столице проходит бизнес-форум, в котором приняли участие более 200 бизнесменов из полуострова. По итогам первого дня форума уже подписан ряд контрактов, в том числе и в области строительства завода по выпуску оптоволоконных кабелей и спортивно-оздоровительного клуба. «Потенциал сотрудничества между Кыргызской республикой и Республикой Корея значительен, а страны имеют хорошие возможности для совместного выхода на мировые рынки. Я уверен, что данные мероприятия усилят торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами и принесут плоды». В целях развития туристических связей, а также культурного обмена стороны также обсудили вопросы возможного открытия прямого авиасообщения между Бишкеком и Сеулом. На переговорах было отмечено, что есть все условия для активизации торгового и экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Южной Кореей. «Для сотрудничества наших стран в первую очередь необходимо развитие товароборота, который сейчас недостаточно масштабный. Мы должны работать и создать возможности для экспорта и импорта товаров между нашими странами. Это также станет стимулом для политического взаимодействия и укрепит кыргызско-корейские отношения». По итогам встречи стороны подписали ряд документов, которые входят в внесение изменений в воздушные соглашения между странами и оказание безвозмездной помощи. Мирим Кубаначпек, Занур Мухаммед Абдумаджинов, Новость Ошперим.